Здарова, народ! Я надеюсь, вы кушали много, кушали вкусно. Самое время поставить на паузу, сделать бутер, потому что сейчас, как всегда, будет славный обзор. Я не знаю, чего вам так уперся этот TGI Fridays. Короче, есть такая штуковина, называется TGI Fridays. Я уже где-то года три под каждым обзором вижу просьбы сделать обзор на TGI Fridays. Ну, это как Макдак или Карлс Джуниор, типа того, но более скромная сетка, маленькая сеточка. Она была сделана, по-моему, в Америке где-то в 65-м году. Ну, короче, очень-очень давно. Потом она в каких-то годах, ну, по-моему, не так давно, она перебралась в Россию. В Москве там, типа, 15 ресторанов или около того. У нас в Питере всего один. И почему, несмотря на огромное количество просьб, я не делал обзор? Ответ простой. Они возят в очень маленькую зону доставки. То есть туда нужно было ехать, нужно было забирать самовывозом. Но сегодня вы меня д**бали. Мы заберем оттуда еду самовывозом и повезем к себе и сделаем славный обзор. Кстати, отвечаю на многочисленные вопросы. Почему ты не снимаешь в ресторанах? Потому что это палево. Я много раз видел шоу, когда люди снимают в ресторанах. Обычно это случается по приглашению владельца или шеф-повара. И это выглядит так, как будто это просто абсолютно рекламный ролик. Потому что ты не будешь в присутствии владельца ресторана, который вот с тобой вот так сидит. Ну что, дружи, вкусненько, вкусненько. Ты не будешь говорить ему, ну, обижать его, говорить, что говно. И вообще, если люди тебя пригласили, выдали тебе столик, сказали там, что все будет бесплатно за счет заведения, то ты чувствуешь какие-то обязательства. Я таких обязательств чувствовать ни перед какими людьми вообще, ни перед какими организациями не хочу. Поэтому мне приезжает, если говно, я говорю, что приезжает говно. Такие дела. Ладно, поехали, заберем наш TGI Friday's. Я не знаю, в Питере, по-моему, всего два или что-то такое. Ну, типа, вы просили. Там всего лишь бургеры обычные, всякое такое. Посмотрим, что это. А спонсор видосика мрачная, пошаговая, коллекционная, RPG, темная фэнтези, сделанная по всем канонам. Вы зацените, какой графен, вы зацените, какие доспехи и какая детализация персов. Коих, кстати, больше 400. Ой, кстати, RAID теперь доступен и для вашего ПК. Да-да-да-да, на компе теперь тоже можно погамать в свое удовольствие. А в этом месяце RAID еще и кучу призов разыгрывает. Целых три игрока, которые достигнут самого высокого уровня среди остальных до конца месяца, получат шанс выиграть два игровых компа и, между прочим, MacBook. А среди случайных игроков будут разыграны шесть айфонов 11 Pro Max. Это как такое, только больше. Для участия в конкурсе подключите свой аккаунт к Facebook или Plarium ID. Прямо сейчас кликай на ссылочку в описании, качай RAID по моим ссылочкам и получишь 100 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона громобоя к себе в коллекцию. Поторопитесь, бонусы будут действовать только следующие 30 дней. Ну и, как всегда, когда мы забираем что-то с собой, мы забираем это в своей тормозумке. У нас есть несколько разных тормозумок, больших и маленьких, для того, чтобы сохранять вкус продукта в идеальном состоянии. Итак, короче, TJ и Фрайдес, насколько я понял, они принадлежат какому-то ХГ-клуб. Тут написано ХГ-клуб. Там еще или патио, или еще что-то, на что всем абсолютно пофиг. Всем интересно. Почему-то всем интересно TJ и Фрайдес. Видимо, потому что это с Америкой ассоциируется. Тут, кстати, даже все еще теплое. Но по комплектации, честно вам скажу, фиг знает. Вот у нас на такой пакет, на 4 контейнера, было приложено ложечкой, вилочкой. Вот так вот, если забираешь с собой. И да, TJ и Фрайдес ничего нигде не подписывают. Но с собой они отдают вот в таких отличных контейнерах. Давайте посмотрим, что там. И, наверное, найдем бургеры. Давайте я пока что оставлю вот тут крылышки. Мы попытаемся найти бургеры. Бургер из TJ и Фрайдес выглядит вот так. Это бургер с куриной котлетой. Да, кстати, все достаточно теплое. Я запихну щуп в котлету. И больше мы измерять ничего не будем. Так, ну давай сюда. О, внутри котлеты 36 градусов. В общем, теплое, это я лишка хватил. Тепленькое, типа того. Но если взять, например, те же... Вот у нас есть крылья. Давайте их измерим. В крыльях то же самое, 36 градусов. В общем, теплое, на вкус это никак не повлияет. То есть мы поймем, поймем по вкусу, как это. Пока что это выглядит посредственно. Ну, то есть бургер слегка пропревший. С куском просто курицы со специями. И просто с куском сыра. Ну, пока что выглядит, не знаю, ну, как в Макдаке или типа того. Ладно, используем нашу рубрику ожидания. Реальность. Ожидание. Реальность. Друзья, проблема только в одном. Это стоит 430 рублей. Что-то как-то... Грустняво. Честно говоря, я не вижу здесь никакого особого соуса. Не вижу никаких особых ингредиентов или топпингов. Пробуем. Народ, это просто дохера сладкий бургер. Прямо очень сладкий. Не знаю, за счет чего. Видимо, он смазан каким-то сиропом. Дешевый вот этот помидор. Может, грудка отдельно мега вкусна. Кусок курицы с прованскими травами. Ладно. Народ, Теннесси бургер ультимейт 669 рублей. Они отгружают его вот так. И наша постоянная рубрика. Ожидание, реальность. Ожидание. Реальность. Ну, тут у нас 45 градусов внутри. 46, то есть он теплый внутри. Но, еще раз, чуваки. Это стоит 669 рублей. Это типа уровень всяких мясных лавок и прочего. Он, конечно, весит достаточно много за счет здоровенных котлет. Но просто за 669 рублей у всяких муму-бургеров и мясных лавок там прям сочная такая medium well говядина. Medium, medium well. Давайте разрежем, посмотрим, что здесь внутри. Так, прямо на весах, на салфеточке. Я все это дело разрежу. Что-то мне подсказывает, что это полностью вылдановые котлеты. Просто абсолютно 669 рублей мы получаем полностью вылдановые котлеты. Я бы даже сказал, что немножко сочненькие, но они полностью вылдановые. Пробуем. Что я могу сказать? Это типа, опять же, смазанный чем-то сладким бургер, в котором нет вкуса, не знаю, как сказать, нет вкуса, никаких топпингов, никаких интересных соусов, ни барбекюшных, ничего. Просто небольшая сладость, как будто его смазали медом чуть-чуть внутри и все. Он не горчичный, не соевый, никакой. Я не знаю, почему это называется там Теннесси, что-то там, что здесь от Теннесси. Ну, просто, смотрите, котлеты здоровенные, но вот этого вот баланса нету. То есть, бекон здесь полностью теряется, все здесь полностью теряется. Просто на фоне здоровенных кусков мяса. Неплохого мяса. Серьезно, то есть, хорошая бабулина котлета. Опять же, на фото, там должны быть луковые кольца сверху. Ну, вот я при вас прямо все открываю. Может, так и должно быть, но еще раз говорю. Это вот этот мега Теннесси, типа супер дорогой бургер за 700 рублей. И у него на превью там луковые кольца. Я не люблю в бургерах луковые кольца, но на фото они там есть. Ожидание, реальность. Ну и жареный бекон. Не, поймите правильно, это достаточно большой, вкусненький бургер. Но в нем вообще не за что зацепиться. Вообще не за что. Типа супер стандартный салат, супер стандартные огурчики, пара бекона, немножко сыра. Но все это теряется на вот тот гигантский шмат мяса и все. Конечно, все напишут, зажрался слишком много мяса. Мяса я люблю, когда много. Но, когда оно еще с чем-то... Представьте, что вам принесут салат Цезарь, но в нем 90% ингредиентов это кура, просто жареная курица. Вы такие, это не салат Цезарь. Вот это бургер, но вот он как бы немножечко булочки, все остальное пропадает и здоровенные просто котлетины. Просто здоровенные, окей. Ну и всего лишь 300 рублей стандартный чизбургер сравнимо. Чего оно все съезжает так? Я не знаю, я назад как-то это все положу. Я не знаю, мне одному кажется, что это странновато выглядит. Ну просто как-то оно... Ну... 300 рублей за 329 грамм. Ну как бы... Я просто говорю, что вы так просили. TG iFridays, TG iFridays, TG iFridays рулит, TG iFridays это круто. TG iFridays, охренеть! Ну ты что? И что вот это? Как бы... Не, ну... Ну бургер. Чтобы вы понимали, это чизбургер, но сыра в нем я не чувствую. То есть вот этого вот количества сыра, его недостаточно, чтобы вообще он чувствовался. И опять же просто... Вот единственное, что я запомню, TG iFridays, сладкая булка. Знаете, обмакнули в сахар какой-то, пожарили, сладкая булка. Все. А что еще про них скажешь? Я не знаю. А в чем разница? Сколько стоит двойной чизбургер в... В год 29 рублей. Подожди, а самый большой чизбургер в Макдаке сколько стоит? Нет, там есть еще Ройл какой-то. Что такое? Ройл чизбургер? Ну типа 150 рублей. Ну в два раза дешевле, чем здесь получается. Ну типа в Макдаке такое же будет стоить, но только в два раза дешевле. Я не понимаю просто, ну типа... Не, ну типа вот в Макдаке в двойном чизбурге, там между котлет, такой прям нормальный ломать с сыром. Да, там сыр как бы виден, чувствуется. А здесь вот одна котлета и здесь с сыром вот чуть-чуть намазано. То есть в чем тема, я не понимаю. Ладно. Ну а давайте ножки. Ножки. Вот такое количество куриных ножек. Полкило, даже больше. И здесь куча соуса, в котором оно должно быть обвалено. Так что, чтобы быть объективным, я каждую ножку, прям соуса достаточно дофига, буду обваливать. Ну и стоит это больше полутысячи рублей. Очень кисло. Короче, вот этот соус, он прям мега кислятина. Прям практически лимонный сок. Ой, это не ножки, крылышки, само собой. Не знаю, может у меня что-то с рецепторами? Серега, вот подойди попробуй. Просто обмакни. Обмакни и попробуй. Но именно вот эту вот жижку. Это уксусная какая-то сука. Ой, ***. Не, уксус, они туда добренькие. Знаешь, он остренький такой еще к тому же. Ну хрен с ним остренький, он может быть и должен быть. А там ничего нет еще, не перечного вкуса, ничего. Просто куча уксуса. Просто кислятина. Короче, я не знаю, если бургеры еще... Ну как бы бургеры их можно съесть, типа бургеры и бургеры. Слабенькие, ничем не запоминаются. А то это просто кислятина. Это просто черпак уксуса. Бред какой-то. Тиджай Фрайдес сделал. Они такие классные. Однажды кто-то там... Однажды в аэропорту я, Тиджай Фрайдес, там что... Ну тут пока что... Ну тут в смысле она не... Окей. Салатик, куриное барбекю, 479 рублей. 279 за 400, почти за 500 рублей. Все, что я вижу, это ошметки куры. Ну просто... И грубо нарезанный салат. Просто вот такими шматами грубо нарезанный салат. И ошметки куры. Туда фиганули просто того же сладкого, чем они булки смазывают. Блин, ну это... Это уровень не сети ресторанов, открытый в 65-м году в Америке. Это уровень... Ну вот если в какой-нибудь шавухе привокзальной ты такой... А салаты есть какие-нибудь? Там салаты, господи. Там тебе из тазика навалят, из подстоечки из тазика. Там счастье, капусты покрошим. И прямо с шавухи тебе нарежут курочки. И вот, короче, навалили. И вот... Вот... Народ, ну 479 рублей. И несколько кусочков курицы. Оно вообще никакое. Тиджай Фрайдейс. Может, кто из моих знакомых... Может, у вас в Москве другое? Кто смотрит из Москвы? Оно у вас другое там? Потому что это один из двух Тиджай Фрайдейс, которые вот у нас в Питере. Это шляпа полная. А у вас в Москве их там 15 штук. Вам там нравится или что? Не, может, просто... У нас тут какая-то совсем другая франшиза. Другой там владелец, другие повара. Я не знаю. Но пока что это просто шляпа. В два раза дороже, чем хочется за это отдать. Ну ладно, может, паста супервкусная. Смотрим. Макарошки вижу. Макарошки. 370 грамм макарошек. Блин, я не знаю. Все-таки вот оно как-то выглядит... Ну, макароны-то уже подсохли. Но это нормально. Все, мы везли там все дела. Вижу, что здесь внутри какой-то был соус, присутствовал. А эта херня пересолена. Эта херня пересолена. Оно реально пересолено раза в полтора. Прямо какой-то сырный... Сырная подливка. Но ощущение, как будто здесь пол столовой ложки соли. Объясняю. Это мне еще говорят... Вова мне постоянно говорит, что я большой любитель соли. То есть, типа, ты пересолил, ты пересолил. А здесь пересолили для меня. Небольшие креветки. Но... В огромном количестве кляра. Креветки даже почищены от какашек. Это нормально. Ну, просто... Ну, просто кто-то, кто готовил, он испортил это блюдо. Оно пересолено. Когда оно было теплым, наверное, паста была ничего так, если не пересаливать. И ребра. Похоже на подкопченные ребра. Короче, вот такой кусочек ребер. Чтоб вы понимали. Когда вы вынете оттуда кости... Как бы он... Ладно, не буду так ковыряться. Короче, если вы вынете кости, тут будет грамм, наверное, 150. И это стоит 670 рублей. Почти 700 рублей. Пробуем. Обычный low and slow. То есть, растушенные, быстро глазированные. Опять же, тоже сладкие ребра. Никаких мега специй я не чувствую. Ну, то есть... Поверьте правильно. Наверное, в том же Макдональдсе тоже нету никаких мега специй. Ну, просто все уже привыкли к этим вот соусам, что у них есть. Все привыкли к этому там немножко сыра, немножко котлетки. Все просто привыкли. Но проблема в том, что это типа ресторан, понимаешь? И типа он дорогой. И это стоит там по 700 рублей. А макарошки за пятихатку. И ты ожидаешь, что они хоть что-то придумали. А они ничего не придумали. Они придумали залить уксусом куриные крылья. Нахер просто залить. Просто там... Это целиком подливка, практически уксус. Они придумали положить в чизбургер столько сыра, что никакой он не чизбургер. Никакого сыра там не чувствуется. Они придумали пересолить... Пересолить макароны. И сделать... За пятихатку привокзальный салатик. Та-да! TGI Fridays. Я еще раз повторю. Может быть в Москве все по-другому. Может быть в Москве все по-другому. Может в Москве классно. А в Америке вообще там божественно. Я не знаю. Но я серьезно не понимаю... Как сказать? Я не понимаю всех этих просьб ваших. То есть там... Или это подстеб какой-то. Типа мы знаем, что там херово, пусть тебя бомбит. Или так что ли? Короче, не знаю. Я не могу сказать, что типа мега расстроен. Просто у меня было такое ожидание. Когда, знаете, все мемасики про Вендис. Ну типа Вендис. Вендис против Макдака. Вендис против Бургер Кинга. Вендис там против Карлс Джуниора. Там Вендис такая клевая. У нее такое все вкусное. Такое все незамороженное. Такое все йоу. Типа Вендис. И потом я приезжаю на Бали. Первый раз в жизни вижу ресторан Вендис. Само собой делаю на него обзор. И такой... Это хуже, чем в Макдаке. Несмотря на то, что они в Твиттере очень веселые. Перекидываются. Типа да, вы говно. А мы клевые. Ну в Твиттере, да, у них мастера. Мемасики у них пилят мастера. На вкус. Вот TGI Fridays то же самое. Просто TGI Fridays это вы просили. Вендис-то это хайповая тема там на Reddit, на NGIG. Какое-то время назад была. Там больше года назад. Вот. А TGI Fridays, это сотни было от вас просьб. Чего вы просили, я хер его знаю. Это шляпа. Просто шляпа. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. Да, как всегда. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока. Может мы как-то так неудачно попали. Я хэ его зэ. Но типа, когда вот такой салат стоит почти пятихатку. Ну, типа вот так вот, вот так вот порубленный. Вот из такой, вот из такой просто, из такой капустищи. Ну, я хер его знает. Это, это типа 120 рублей может быть в качестве гарнира к привокзальной шаверне. Но цены ресторанные. Не знаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok